Всех приветствую! Недавно мне на глаза попался очень, ну просто очень интересный чайник и я не мог обойти его стороной, чтобы не осветить. Воплощенная в реальность архитектурная мысль часто вызывает удивление и восхищение. Прямым доказательством этого является необычайный музей-чайник Китая. Подобную идею уже не раз притворяли в жизнь, но это китайское чудо превзошло по своей грандиозности все предыдущие. Благодаря этому его занесли в книгу рекордов Гиннеса. А произошло это событие в ноябре 2010 года. До этого первенство принадлежало другому сооружению. Тот чайник имел высоту и ширину 4 метра 20 сантиметров. Китайский же чайник во много раз больше. Он возвышается на высоту почти 74 метра и занимает 5000 квадратных метров. Только представьте себе. А общий объем этого гиганта составляет 28 тысяч кубических метров. Расположен это чудо в округе Минтан, который находится в китайской провинции Гуайчжоу. Что интересно, эта провинция считается родиной китайского зеленого чая. А известность чая этого региона давно перешагнула национальные границы. Разумеется, нет ничего удивительного, что памятник появился именно здесь. Нет лучшего места, чтобы построить музей чайной культуры. Также, что интересно, позже около гигантского чайника расположили здание поменьше в форме чашки. Издалека этот комплекс выглядит, как необычные скульптуры, но при приближении становятся заметными окна, которые выдают истинное предназначение конструкции. Этот чайник это многоэтажное здание, внутри которого размещены многофункциональные помещения. Так, на первом этаже находится отель 4 звезды. На площади в 2310 квадратных метров размещено 27 комфортабельных номеров. На втором же этаже находится заведение для отдыха и развлечений, арт-салон, ресторан и даже дискотека. На следующем уровне разместился выставочный зал института каллиграфии. Здесь экспонируются самые лучшие работы китайских художников и пистцов. Во всех остальных помещениях расположен музей истории чая, а в его залах можно узнать много познавательной и полезной информации о культуре чая и чайной продукции. Я напомню, что в Китае очень развиты чайные церемонии, и это прям целый пласт китайской культуры. Также посетители музея могут пройти на смотровую площадку, расположенную на крыше здания. Здесь туристам предлагается чайная церемония. Неповторимый вид, открывающийся на город Мейтан и его окрестности, делает чайпитие вдвойне приятнее и просто неповторимым. Популярность китайского музея чайника растет с каждым годом. Тысячи и тысячи туристов, приезжающих в Китай, желают увидеть это необычайное творение и побывать в нем. И с каждым годом количество туристов становится все больше и больше. Вот такой вот интересный чайник в Китае. И если вдруг кто-то там был, отпишитесь какие ощущения, а если кто хочет туда съездить, поделитесь своим желанием. Ну и может быть конечно же кто-то знает интересную информацию об этом чуде. Всем желаю добра, хорошего настроения и здоровья.